Здравствуйте, ребята! MIT – это одно из самых престижных учебных заведений в США и мире, и недавно там прошла конференция Bitcoin Expo. В ней принимали участие научные сотрудники, ученые и даже военные. Посмотри, послушай, как научный сотрудник национальной обороны США в MIT, майор Джейсон Лоури, рубит правду-матку о США, такую правду, за которую его завтра могут прикрыть. Но, тем не менее, он сказал, что атака против биткоина не поможет Соединенным Штатам защитить их разваливающуюся гегемонию. Послушай. Биткоин не заставлял кучку банкиров заниматься частичным банковским резервированием. Думаю, мы все можем с этим согласиться. Биткоин не заставлял кучку банкиров влезать в огромные кредиты. И биткоин не заставлял банкиров обесценивать сбережения и уничтожать покупательную способность валюты в попытке выручить банкиров, которые занимаются частичным резервированием и берут слишком много кредитов. Также биткоин не отключал целые суверенные государства из международной платежной системы. Хорошо, мы должны помнить об этом. Если вы являетесь архитектором финансовой системы, то ваша обязанность не мотивировать людей покидать ее. Не надо унижать людей. Прекратите финансово спасать банки, организации и людей, которые делают ошибки. Не блокируйте доступ к системе целым суверенным нациям. В ваших же интересах не делать этого, если вы хотите оставаться доминирующей финансовой сетью и силой. Не обвиняйте биткоин в том, что... Ой, сейчас скажу что-то плохое. Можно я лучше промолчу? Что, если я скажу вам, что биткоин это больше, чем просто монета? Что, если это новая, зарождающаяся сила и власть? Я называю это бит-сила. Без шуток, я могу показаться сумасшедшим, но так это обычно и работает, когда люди сталкиваются с чем-то новым. Смотрите, если у вас нет возможности придумать способ проецировать эту силу и власть в киберпространстве, из киберпространства и через киберпространство, если у вас нет нового протокола проецирования силы, то продолжайте обвинять биткоин в попытке защитить свою гегемонию, которая, давайте будем говорить честно, разваливается. Это все равно вам не поможет. Война против биткоина не поможет. Пока вы будете атаковать криптовалюты и делать то, о чем я только что сказал, ваша финансовая система будет разрушаться. Ваша гегемония будет разрушаться. Хорошо, на самом деле вы лишаете нас, как нацию, доступа к этому протоколу новой силы, доступа к биткоину. Вы лишаете нас не доступа к биткоину, а доступа к будущему. Это стратегический кошмар для нашей страны. Как мы видим, американские военные могут быть невероятно искренними. Он говорит о том, что США используют силовую поддержку разваливающейся банковской системы, которая уже давно похожа на зомби, которая работает на системе частичного резервирования и тонет в кредитах. Этот человек, как военный, не только служит своей стране, но и говорит правду. Правду, за которую его могут завтра устранить, но которая очень важна, чтобы предотвратить стратегический кошмар для его страны. Что касается так называемой бит силы, как он это назвал, это новый протокол, который позволит тем, кто будет в него вовлечен фактически, проецировать свою власть и силу на весь мир, на всю финансовую систему, на всю экономическую систему, на всю систему международных отношений. Враждебные Соединенным Штатом страны, такие как Россия, Иран и Китай, в той или иной степени уже имеют доступ к биткоину. В США же с этим доступом борются. В США же с биткоином борются. Этот человек, этот военный, говорит о том, что если США начнут поощрять и стимулировать американцев покупать биткоин, это приведет к ограничению других государств и правительств в доступе к биткоину. Покупая больше биткоинов, США не только увеличат его стоимость в других странах, но и значительно уменьшат количество биткоинов, которые обычные люди и правительства других стран смогут купить. Теория бит силы уже видна на практике. Например, Сальвадор уже решил все свои долговые проблемы. Он решил свою зависимость от Международного валютного фонда с помощью биткоина, и сегодня его население прирастает за счет тех, кто принимает гражданство за биткоин. Соединенным Штатам не стоит бороться с биткоином. Им нужно принять его. И им нужно было понять это не сегодня и не завтра, а лучше вчера. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok